Всем привет, с вами Дарк, и сегодня я вам покажу все костюмы Железного Человека в моде Heroes Expansion. Итак, ребята, я уже всё подготовил, и все костюмы Железного Человека находятся вот в этом сундучке. И давайте сейчас на них посмотрим. Первый это у нас Железный Человек Марк 3. И, ребята, если что, в самом моде, конечно же, нет костюма Железного Человека, но при добавлении какого-то там-нибудь аддона, то у нас появится Железный Человек. А я добавил аддон DF Heroes. Итак, ребята, давайте надеваем костюм Железного Человека Марк 3. И вот так вот мы круто выглядим. На G мы можем закрывать и открывать вот так вот маску. На F мы можем вот так вот летать, смотрите, красиво. И, кстати, у нас тоже есть вот такая вот анимация полёта. И на R мы можем пулять вот так вот свой луч, точнее, репульсор, лучевой репульсор и пау. И вот эта вот лошадь начинает поджигаться. Прости, лошадь, но ты всего лишь создание этой игры, и я могу тебя в любой момент заспаунить. И, в общем-то, ребята, также у него есть вот такая вот мини-пулька, но эта пулька наносит очень сильный урон. Смотрите. А, нет, ребята, я перепутал. В общем-то, в Марке 3 эта пулька можно использовать вот так вот бесконечно. Я имею в виду то, что эта способность перезаряжается очень быстро. И, в общем-то, мы можем вот так вот стрелять, стрелять очень долго, пока этот житель или же наш враг не погибнет. И больше способностей, ребята, у этого Марка нету. Итак, ребята, следующий это у нас Марк 5. И вот так вот мы круто выглядим. И, как вы видите, способности у него точно такие же, но давайте все-таки убедимся. Может быть, урон и так далее как-то отличается. Так, вот так вот мы летаем. На R мы вот так вот пуляем. И, кстати, ребята, тут способность вот этой пульки и репульсора у нас поставлена разными местами. Не знаю, зачем это сделали, но все равно круто. И, но... Стоп. Походу, у него тут урон уже сильнее. Раз. А, да, у этого Марка, ребята, вот эта вот пулька маленькая стреляет уже сильным уроном, чем у Марка 3. И также есть вот такой вот репульсор, который поджигает. Кстати, ребята, вы, наверное, уже давно заметили то, что от первого лица у нас вот такой вот вид. Это добавляет атмосферу Железного Человека, это очень хорошо. И больше способностей у этого Марка нету. Кстати, ребята, я забыл сказать то, что вам перед этим нужно было вкалить в себя вот такую вот инъекцию Железного Человека. В общем, давайте я прям перед вами это сделаю. Все, я вкалил. И у нас появляется вот тут реактор Железного Человека на нашей груди. И давайте теперь перейдем к следующему Марку. Это у нас Марк 40. И вот так вот мы выглядим. И суть этого костюма заключается в том, что мы очень быстры. И также в этом аддоне с добавлением этого костюма тут передали эту функцию, что мы очень быстры. Мы, как вы видите, намного быстрее остальных костюмов, которые я вам показывал до этого. И реально мы очень быстры. На F мы также вот так вот летаем. В общем-то... В общем-то, ребята, вы поняли то, что суть этого костюма в том, что он очень быстрый. Давайте попробуем использовать... Опа, вот такую вот способность. Давайте нажить или еще раз. И, в принципе, урон, в принципе, остался такой же. Потом есть на Z. Оп. О! И как вы видите, ребята, посмотрите слева. Она уже перезаряжается дольше. И то есть мы не можем вот так вот быстро нажимать на эту способность. И, как вы видите, чем дольше он заряжается, чем сильнее становится урон. И переходим, ребята, к следующему костюму. Это у нас Железный Человек из Гражданской Войны. И тут он у нас выглядит вот так вот. И он, конечно же, тоже вот так вот летает офигенно. Потом на R он у нас умеет пулять вот такой вот репульсор. И, кстати, он уже много красивее как-то выглядит. И мы как-то эпичнее его стреляем. На Z мы пуляем вот такую вот. И она тоже у нас долго регенерируется, потому что она у нас усиленная. То есть у нас сильный урон у этой пульки. На! И, в общем-то, она долго перезаряжается. На! И переходим к следующему костюму. Это у нас Железный Человек из Возвращения Домой. Этот костюм появлялся в фильме про Человека-Паука Возвращение Домой. И он у нас вот так вот выглядит. И, в общем-то, такие же способности, ребята, у нас у него остались. И, в общем-то, просто, наверное, у нас как-то поменялся урон. Итак, ребята, следующий костюм. Это у нас Халкбластер. И как только мы надели этот костюм, у нас добавляется еще одна полоса сердечка. И потом еще одна полоса сердечка. Но только пол половины сердечки. И, в общем-то, я не знаю, что я сейчас сказал. Но, в общем-то, надеюсь, вы меня поняли. Нам добавились, в общем-то, ХП. И, кстати, ребята, у него уже нет способности пулять вон ту маленькую пульку, которая делает усиленный урон. Ну, во-первых, мы можем летать. На R у нас есть вот такой вот репульсор. И, ребята, на G мы увеличиваемся. То есть, давайте нажмем на G. Все, мы немножко увеличились в размерах. И теперь мы... О, нифига себе. Теперь мы хотя бы хоть немножко похожи на Халкбластера большого. Но, кстати, у нас еще большой джамбуст, как вы увидели. И это очень хорошо. Итак, ребята, у нас остались три последних костюма. Это у нас Марк 50, Марк 85. И костюм Пеппер Поттс, который подарил ему Тони Старк. И давайте посмотрим на Марк 50. И, в общем-то, когда мы надеваем этот костюм, у нас появляется реактор вот такой вот на груди. Но когда мы нажимаем на G, он у нас активируется. И мы превращаемся в вот такой вот костюм Марк 50. И, если вы посмотрите налево, то тут уже намного больше способностей, чем у тех остальных, которых мы смотрели. Давайте, ребята, смотреть. На F у нас есть вот такой вот щит железного человека, который до нас добавляется. И он, наверное, нас защищает. Скорее всего, для чего нужен нам еще щит. Потом на R у нас есть вот такие вот молотки, ребята, которые нам усиливают, скорее всего, урон. Давайте еще раз используем R. На... Ну да, вроде бы они усиливают нам урон. Но вот так вот это со стороны выглядит. Потом на Z мы можем вот так вот летать, как вы видите. И на X есть такая же пулька, только она у нас уже синего цвета. И мы можем ее использовать быстрее. И это очень круто. Итак, ребята, следующая способность. И она у нас последняя. На G мы пулям, опять же, такой репульсор. И у него уже урон намного сильнее. Мы с одного репульсора уничтожили двух сразу лошадей. И это значит, что урон реально усиленный. И больше способностей у этого костюма нет. Итак, ребята, следующий это у нас Mark 85. Мы его также вот так вот активируем. И он у нас уже выглядит вот так вот. И он похож очень на комиксный вариант Жены Человека. Но в фильме круто его, в общем-то, сделали. И, в общем-то, на F у него уже тоже появляется вот такой вот крутой щит. Но только щит у него такой вот голографический прозрачный. И это реально очень круто. На R мы можем вот так вот летать. И на Z тоже есть вот такая вот пулька. На-на. И, кстати, она у нас супер усиленная. Она у нас вообще... Она у нас очень сильная. И еще она у нас быстро перезаряжается. Это просто офигенно. Это просто имбовый костюм. На X тоже вот такой вот репульсор есть. И, в принципе, больше способностей у этого костюма нет. И, ребята, переходим к последнему костюму. Это у нас костюм Pepper Potts. И давайте ее активируем. И вот так вот мы выглядим. И способности у нее, как, в принципе, и все ожидали. Вот такие же способности, как у Марка 85. Такой же голографический щит. На R можем летать. На Z вот такая вот пулька. На X... О! Да, кстати, ребята, тут здесь уже отличие. У нее репульсор синий. Это прикольно выглядит. Синий репульсор мне даже как-то больше нравится. И напишите в комментариях, какой вам репульсор больше нравится. И, в принципе, вот мы и посмотрели все костюмы Жены Человека в этом моде. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока!